Енотик, енотик побежал. Так, ребята, всем привет. С вами передача «Шеф-повар. Готовим вкусно» или, не знаю, как хотите, так и называйте. А если серьезно, мы завтра хотим, завтра 9 мая, мы хотим сделать барбекю. И поскольку у нас нет удобств там, помните, да, мы это все делаем на улице. Хочу помыть мясо, рыбу и начать мариновать. Я себе все подготовила, вынесла два стола, там приправу, пакетики, все-таки. Что мы хотим мариновать? Хотим мариновать салман у меня есть, потом мы купили курицу, ляжки, потом у нас есть один цыпленок табака. Будем его делать? Да. И у нас есть еще такая свинина, и еще здесь есть свинина. Сейчас я буду это все мыть. Начну я, наверное, сначала с ляжки. Так, все, сейчас мы маринуем ляжки. Главное не пересолить, потому что в прошлый раз мне показалось, что я мало посолила, но, оказывается, было много. Чересчур пересолено. Мы, кстати, пользуемся розовой солью, гималайской, очень хорошей. Так, мы посолили, сейчас у нас сухой чеснок. Приправляем сухим чесноком. Самый простой маринад, который вообще может быть, потому что, чтобы делать что-то поинтереснее, конечно, нужно удобство. Пока их нету, мы делаем такое. Сейчас мы это все складываем в пакет, в зип. Закрываем его. И холодильник до завтрашнего дня. Да, и так будет с каждым мясом. Рыбу точно так же и замаринуем. Цыпленок табака? Да, вот я еще замариновала цыпленка табака. Ну, в цыпленка табака я добавила еще, кроме соль, перца и чеснока, добавила соевый соус. Поэтому, думаю, должно получиться тоже вкусно. Цыпленочек. Валюсенький, он был кругленький вот такой, я его просто разрезала. Все. Отлично. Вот так это будет выглядеть в сыром виде. Сейчас мы это дело все закрываем. Так, мы уже разожгли огонь, точнее Денис разжег. Денис, как дела? Хорошо. Хорошо. Мы покупаем специальное пиво, самое дешевое, для того, чтобы поливать мясо. Я не говорю специальное в плане бренда или марки. В плане того, что специальное для этого покупаем. Так, хочу показать и сказать спасибо. Кто-то из подписчиков нам посоветовал вот эту икру попробовать. Нам очень понравилось, вкусная. Как тебе, Денис? Вкусная. Да, очень вкусная. Мы уже, не знаю, наверное, пятую банку покупаем, да? Очень вкусная. В этот раз мы взяли еще попробовать такую баночку. Это кабачковая икра была. Это кабачковая икра. А это красный перец. Икра тоже. С чесноком. Тоже ничего вкусное. Конечно, баклажановая вкуснее. Вот эта вот сиреневая. Но это тоже интересная по-своему. Дальше. Это нам уже не советовали. Это вот я хотела показать, что я люблю кушать. Я вообще не люблю козью, брынзу. Все, что с запахом, это все не для меня. Вот единственное, что я люблю. В Америке мы покупаем всегда болгарская брынза. White cheese. Это вообще брынза для салатов. Как бы ее используют для салата. Вот даже нарисовано. Но я ее люблю так кушать. Я уже вынесла помидорки, перчик, огурчики. Свечка горит. Сейчас ждем мяско и будем кушать. Так, мясо у нас готово. Правда, в этот раз оно у нас немножко пригорело. Но ничего страшного. Я думаю, все равно будет вкусно. Хочу вам еще показать цветочек наш. Он у нас долгое время не расцветал. Не знаю почему. Если вы помните, мы его садили, покупали. Он был весь в цветах. Красивый. Но мне кажется, его жрали какие-то насекомые. И цветочки опали, и просто были зеленые листики, да и все. Мы купили специальное средство. Я не знаю, это средство помогло или все-таки просто они опали, потому что не сезон был. Не знаю, в общем. Но мы купили средство, обрызгали деревце. Вроде как начали расцветать цветочки. Поэтому вот так это выглядит. Мне вообще нравятся такие цветы, такой кустик. Посмотрим, когда он полностью зацветет, будет еще красивее. Такие вот цветы. Яркие цветочки. Давайте я вам покажу еще, какая машина нравится Денису. Вот такой Dodge. Правда, это все баушные машины. Сейчас мы вам показываем. Цена на такой Dodge 16991. 17 тысяч. 17 тысяч. Но он дорого стоит. Ну да, дорого стоит, потому что он... Он уже проехал в 80 миль. Почтивость от 1000 миль. Да. И года какого? 2015-го. 2015-го, 3,6 объем. Угу. Идем еще посмотрим, что тут есть. 23 тысячи. Сколько? 23 тысячи. Нормально, это недорого за него. А, 14-й год. Старенький. А вот здесь какой? Денису нравится вот такое вот уродство. Я не люблю такие. Джипы это. Какие? 13-го года и стоят почти 32 тысячи. 32 тысячи. 13-го года. А, вот эти наклейки, которые на машинах, это, наверное, год везде. Да. Да. Ага. Мы сейчас приехали, сдали свою машину, чтобы там масло поменяли, накачали колеса и пока ходим, смотрим. Что? Внутри он модный. Мне не нравятся такие. Ты бы модняцкой смотрелась? Нет. Я бы модняцкой смотрелась, может быть, на другой. На мустанге своем. Вот есть такой джип 15-го года. На него сейчас супер цена 20 тысяч 794. Пробежал сколько он? 36 миль. 36 миль. Вообще новенький. Новенький. Это уже все новые машины. Это все Ford Expedition, а это, наверное, Explorer, если я не ошибаюсь. Смотрим. Новая машина, это круто. Когда чувствуешь этот запах салона, новые машины, это, конечно, круто. Это Expedition Ford? Да? Экспедишн, это новая модель. Сколько стоит? Новая модель. 53. 53 тысячи? Ну это нулячь. Ну я поняла. Р-150 Raptor, F-150 Raptor. Ну я такие, короче, не люблю. Денису нравятся. Мне такие не нравятся. Но они, наверное, стоят как не знаешь что. 70 тысяч. Ужас какой. За 170 тысяч. Вы посмотрите на эти мордяшки симпатичные. Вот эти классные мордяшки. Мне они нравятся. Старики они агрессивненькие, да? И смотри, наверху у всех вот эта вот сеточка на капоте. Слышишь? Агрессивненькие. Вот этот цвет красивый. Голубой. Голубой. Не голубой, а синий какой-то. Бирюзовый. Не знаю. 38 тысяч. Ага. 38 тысяч. Не кабриолет. А может быть это... А, это 5-литровый. Это GT. Это GT. Это, наверное, не 5-литровый. Самая дешевая комплектация 26? Нормальная цена. Не кабриолет. А где кабриолеты? Что-то я ни одного кабриолета не вижу. Раскупили все, что ли? Да, реально, нет ни одного кабриолета. Что-то в этот раз мы приехали. Обычно мустангов тут очень много. В этот раз что-то их мало. Да, мы прошли там уже один 5-литровый. Посмотрите на эту милаху. GT модель. GT, но внутри самой простой комплектации стоит 42. Ну, 42 500, короче. Это самая простая комплектация? Понятно. Это механика. А, это еще и механика? Ничего себе. Я уже и не помню, как на такой ездить. Зачем такую машину покупать? Я уже и не помню, как на механике ездить. Наверное, я бы даже не тронулась уже. Ну, может проехаться так вот на короткой дистанции. Но я знаю, что я бы заглохла бы, наверное, раз 5. Хочу вам показать свою чебурашку заросшую. Мы сейчас будем встречся с ней. Мы ее будем сначала тримминговать. Тримминговать – это значит выдергивать волосы, да. Многие не поймут этого, но это так. Вот я уже чуть-чуть начала, видите. Тут пощипала, а тут еще нет. Вот это нужно все выщипать. Вот я сюда пакетик все собираю, чтобы сильно не мусорить. Да, ей на самом-то деле нравится. Многие не поймут этого, потому что не знают. Но если вы почитаете, есть определенные породы терьер, которые им это необходимо, без этого они не могут. Сейчас я вам могу продемонстрировать, как это выглядит со стороны. У меня вот такой вот фартук специальный для стрижки собак. Сейчас я вам покажу, как это происходит. Вот видите, она ложится сама, девочка. Я пакетик уберу, чтобы он вам не мешал. Берем, придерживаем, чтобы ей было комфортно. И начинаем выдергивать волосы. Вот, вот так это выглядит. Я раньше делала специальным ножом для тримминга, но мне неудобно, потому что я левша, а они все сделаны для правши. Может и есть для левши, но у меня не встречалось. Поэтому я делаю фурминаторами, если это правильно называется. Вот таким вот приспособлением. Видите, ей самой нравится это. Она привыкла, она с детства, мы с детства это делаем. Как бы она привыкшая, вот видите, она даже балдеет. Как бы ей это необходимо. Потому что если запустить, ну вот сейчас у нее уже волос длинный. Если я запущу и вовремя ее не протремингую, она начинает выдергивать волосы сама. Чесаться до ран, до крови. И у меня получается спина вся в ранах. И все. Так. Для чего это им вообще нужно? Это порода West Highland White Rear. Они не линяют эти породы. Они подходят людям, кто склонен к аллергии. Если они не линяют, нужно специально выдергивать им волосы. Потому что ороговевшие волосы потом у нее кожа ноет из-за этого. И получается, что может даже приобрести рак кожи собака. Поэтому мы выдергиваем. Все, я продолжу. Вам, я думаю, это уже будет не особо интересно. Я вам потом покажу, какая она после стрижки будет у нас девочка. Да? Ну, примерно так она сейчас выглядит. Правда, я ее еще не искупала. Не высушила феном. Укладки у нее нет на мордочке. Поэтому вот так вот. Теперь ей будет хорошо и не жарко. Асенька? Ну, сейчас ей жарко, конечно же. Да? Красотка. Постригли тебя? Ну, ладно. Приступаем к следующей. Я уже сама устала. Ну, вот и следующая. Пришла пуговки на очередь. Пуги. Сейчас мы ее будем тоже стричь. Ну, все. Поехали. Ася ждет. Пуговка наша тоже готова. Сейчас будем их купать. Видите? Побрили ее. Постригли. Сейчас купать их обоих. Надо только прибраться здесь. Ой, устала я. И они сами тоже устали. Трубить? Трубить. Продолжение следует. Между субтитрией. Пока. m hjörения. До свидетельства. To субтитрия. Вы accountable. Субтитрия.